Пользователи Твиттера сегодня обсуждают 35-летнего бизнесмена Александра Филиппова, который открыто заявил о своих губернаторских амбициях. Юрий Борисов на это отреагировал так. А против Филиппова новое дело завели что ли? Чего так фольстертанул? А Кирилл Николенко написал, «Уверен, что заявление вброшено, чтобы мы его тут пообсуждали, отвлеклись от реальных кандидатов на пост губернаторов». Николенко также дает ссылку на свою последнюю статью в ЖЖ, в которой пишет, что Филиппова ждет трудно непреодолимый барьер впереди, а именно муниципальный фильтр. Также сегодня Твиттер Юрия Борисова отметился постом о том, что у Белого дома открыли лестницу, как говорят из армянского гранита, надо будет сходить заценить. Александр Подгорчук сходил, заценил и даже сфотографировал. А вот пользователь Александр под псевдонимом «2010 Голстер» предположил, что теперь там будет собираться вся армянская диаспора. Все-таки как-никак, а кусочек их родины. Твиттер Лизы Сауриной приглашает всех любителей рок-музыки на фестиваль «Рок-осень». Он пройдет 24 ноября в 5 часов вечера в областном доме работников искусств. Специальные гости фестиваля – группа «Инвейдерс». Светлана Серегина через свой микроблог приглашает завтра в Академию народного хозяйства, где состоится конференция на тему «Актуальные проблемы истории российской государственности». Начало в 10 утра. А вот Никита Ефимов сообщает через свою страничку в Твиттере о том, что нашел тихий уголок в центре Владимира. «И им стала площадка со скамейками за филфаком. Спокойное место, только парочки и шушукаются», – передает Никита. На этом у меня все. Напоминаю, что жду ваших интересных и необычных сообщений на своей страничке в Твиттере. Ее адрес – twitter.com. Вам же хороших новостей. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин